Пятое поражение подряд. Но впору ли говорить о кризисе? Либо просто хоккейный бог начал играть с тюменцами злую шутку. Раньше овертаймы буллиты заканчивались в пользу ХК «Рубин». Но в декабре все перевернулось. Последний в 2019 году матч чемпионата ВХЛ подопечный Михаила Звягина проводили в Ханты-Мансийске с местной Югрой. Команды выдали настоящий спектакль с резкими поворотами непредсказуемого сюжета. Хозяева открыли счет усилиями Александра Акмальдинова за секунду до конца первого периода. На экваторе второго отрезка положение дел уравнял Михаил Железнов, забросивший десятую шайбу в сезоне. Хозяева бились отчаянно, а мотивацию соперника хорошо объяснил Андрей Рычагов. Мы лидеры, мы на первом месте. Мега-красная тряпка для каждой команды. Все хотят нам выиграть. Всем все прощают, если они обыгрывают нас. Поэтому, конечно же, со всеми будет трудно играть. Самое интересное началось в третьей 20-ти минутке. Для начала Константин Кузнецов вывел Югру вперед, на что тюменцы ответили голевым дуплетом. Сначала долгожданную первую шайбу после возвращения в Рубин забросил Егор Бабенко, а затем свое слово сказал капитан Денис Ичменев. Правда, уже в следующей смене северяне сравняли. Дубль оформил Акмальдинов. Венчало основное время драка 2 на 2. В овертайме тюменцы не реализовали большинство, а в серии буллитов отыгрались со счета 0-2. В итоге обе команды выполнили по семь попыток. И удача, в конце концов, улыбнулась Югре. «Хорошие команды. Я думаю, болельщикам понравилась сегодняшняя игра. То, что касается нашей команды, я очень благодарен ребятам за сегодняшний матч. В общем-то, у нас очень серьезная и тяжелая ситуация в команде. С травмами обстоят дела. Сегодня два человека вышли прямо на игру. Они даже не тренировались на уколах и вышли на игру. Все, что могли, и все выжили. В прошлый раз нам повезло больше на буллитах, сейчас наоборот. Это хоккей». Первые матчи в 2020 году Рубин, даже после серии поражений с 63-мя очками, остающейся лидером чемпионата ВХЛ, проведет дома 6 и 7 января. С аутсайдером чемпионата Ангарским Ермаком.